Мои хорошие, всем здравствуйте, 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 вы на канале пиратская жизнь. Слушайте, выглянуло в окно, у нас просто зимняя сказка. Мороз и солнце, день чудесный. Уже не дремлю, я друг прелестный, блин, на улице красота. Небо чистое, солнышко сияет, прям супер. Смотрите, снежок на деревьях, все билим-билим, красота, красота. Прям не нравится, что-то не походит, что побежали, побежали. Все, мы проснулись. Кстати, на солнце прямо четко видно, где какие-то косяки с протиркой. Держите-ка, прям даже интересно. Сейчас немножко протру. Кстати, прямо на солнце реально видно. Где тут что-то полировать. Нет, что-то нихрена. Это как, знаете, как какие-то эти, от, короче, от клея. Во. Какие-то штучки такие. Понятно. В принципе, это чисто. Я жир убесусь, каждую штучку вытираю. Так, все. В принципе, чистота, высота, лепота. Все. Так, моя хорошая система, еще раз здрасте. Сейчас у нас задача, как всегда, приготовить вкусный-вкусный завтрак. Сейчас, кстати говоря, встала на весы. Вот, вешу 114 900. Вот, как-то я вам тоже поставила перед врачом. Вот, он стоит, весит 88 600. Вот, уж не стала, как говорится, показывать. Верьте на слово. Вот. Там, кстати, спрашивают, что там с твоей планкой. Девочки, я сейчас планку не делаю, потому что мне нельзя напрягать живот. Вот, а там прям очень сильно есть такая фишка, что нужно напрягать живот. Вот. Но, видите, пока что не толстее. Это хорошо. Так, что у нас сегодня будет на завтрак? Что у нас сегодня есть на завтрак? Так, нужно салат доедать. Точно. Нужно доесть салат. Нужно колбаски положить. Вот, сырочка. Колбаски, сырочка. Сейчас сделаю нарезочку красивую. Хочу, знаете, что? Хочу глазунью. У меня, по-моему, тут яйца есть. А, она зажжет заканчивается. Пять яиц осталось. Да. Будем знать. Так, бутербродики. И... Так, яичница. Что у нас будет? Яичница, нарезка. Салатик, бутербродики. Да, в принципе, уже хватит, достаточно. Что тут пендротики-то? Вот, сегодня у нас еще один поход к врачу. Контрольный, так сказать, к эндокринолигу. Надо сходить и смотреть, что там скажут. Заодно проверим. Как говорится, что там салманом. Вот, а в принципе, проверялись. В принципе, все нормально. А, тихонечку, по-легонечку, как говорится, все идет. Солью воду, а то тут дофига влаги. Так, 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 так-там. Вчера съели помело. Вкусное, в принципе, но не очень хорошее. Знаете, вот помело берешь, вот как вот кота в мешке. То хорошее попадется, то так себе. Вот, вчера попалось так себе. Какое-то сухое, горькое попалось. Так, супер. Паван, вчера сломал очередную лопаточку. В общем, я в него ругаюсь. Хожу. Взял, сломал лопаточку. Так, сейчас, секунду. Идем, тут ложка. Ложечка, ложечка, ложечка. С боем вчера отбила салат на ужин. А то он хотел весь салат сожрать. А я не дала. Хватит жрать. Правильно? Правильно. Прикиньте, сломал мне вчера лопаточку. Опять. Вторую уже. Как так можно? Ой, не знаю. Как он умудряется? У него просто надломилась вот эта штучка. И все. Он сюда пришлось выкинуть. Вот. Я вот хотела этот. Вот эта вот лопаточка у меня, помнишь, такая классная была? Он просто взял и надломил. Вот эта вот штучка отламывается. Не знаю почему. Он просто вчера что-то мыл. У него раз, вот эта штучка отломилась. Хотела вытащить вот из этой части вот такую вот надломыш. Что-то вот вчера ковырялись, ковырялись. Нифига не смогли. Забили на это дело. Вот, в итоге. Надо теперь лопаточку искать. Мне так понравилось-то лопаточку. Блин, хорошая такая была. Он взял и все исправил. Так. Салатик стоит. Яичница, 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 яичница. Яичница моя. И так удобно вообще вот этот вот ящик. Мне прям очень нравится. И я прям тащусь. И я прям тащусь. Так, масло у меня закончилось. Это за маслом есть. Маслом, маслом, маслом. Кстати, вот это вот масло брали, Вологодское. Очень хорошее. Я вот когда, правда, с парой брала по акции. Сейчас оно вообще стоит 150 рублей почти. А тогда я брала по 109. Прям очень хорошее. Давайте попробуем вот эту вот. Которую я брала тоже по акции. Оно 99, по-моему, стоило. Но какое-то оно, кстати говоря, здесь 72,5%. А в том масле 82%. То есть, что более жирное, в этом больше каких-то добавок. Ну, попробуем. Я что-то тогда схватила сразу 4 пачки по акции. Блин, завязала я. Преземную, что же все. Надо яйца вот свои купить. Что-то я забыла. Потому что, оказывается, у нас яйца. Так, все, достали. Все, достали. Хорошо. Выспались. Вчера не помню, что смотрели. А, мы вчера это смотрели. Знаете, сейчас происхождение видим. Хороший, кстати, такой сериалчик. Мне нравится. Там, в общем, что-то в стиле, знаете, дневники вампира. Который бил такой сериал. Что-то типа того. Ну, такой, меньше, знаете, такой няш-мяш. То есть, дневники вампира там вообще для тенейджеров. А тут, как бы, такой немножко посерьезнее. Ну, тоже такая, там, любого на линии. Там все дела. Собой даже в аван смотрит. Ему, кстати, нравится. Вот. Еще что-то, по-моему, вчера смотрели. Не помню. А, виза жениха, виза невеста, смотри. С аваном сидели, угорали. Вот. Он такой себе сериал. Ну, сами знаете, виза жениха, виза невесты, по ТНТ, по ТЛС идет. Ну, кстати говоря, не могу отказаться от Домру. Только из-за того, что мне очень нравится то, что у них есть ТЛС. Вот звонила во всякие уфанеты и прочее. Вот у них нету ТЛС, к сожалению. По-моему, еще в Ростелекоме есть. Но Ростелеком мне вообще не нравится. Так, ну что скажем про масло? В принципе, по вкусу нормальное, но как-то оно ломается. Вот уж не знаю, хорошее, плохое. Вроде нормальное. Вроде нормальное. А там посмотрим. Вот, и вчера, короче, посмотрели. Прикольно, прикольно. Покорали, говорю, над этими. И за жениха. Там сидит парень, там прям весь такой вот скрюченный. Извините мне. За подробностью уж. Как говорится, давайте называть вещи своими именами. Додик. Вот. И приезжает там в Панаму. Там девушка такая красивая, ля там вся эта поля. У него-то уж прям любовь-любовь. Неужели он не понимает, что ей от него всего лишь нужна green card? Green card? И все. Там смотришь иногда на некоторые пары и прям вырежешься. А потом удивляются, ой, он меня бросил, ой, он меня кинул. Как это возможно? В общем, Вован не переломал все лопаточки. Все лопаточки, да? Другой, когда что-то валяется. Вот. А насчет вот этих вот, я что хочу сказать? Ну вот удивительно. Они что, на себя в зеркало что ли не смотрели? Ну смешно. Там одна бабулька поехала в этот, в Кейни, в Кени. Какую-то страну такую, знаете. К одному участнику, который уже был. Там как-то саджа-бой или что-то такое. Вот. И она прям едет, она прям фанатка вот такая прям, ля-ля-ля. Бабулька лет уже под 60. Бывшая там, знаете, как ее. Как она называется-то? Служила в армии, то есть такая бой-баба. И вот она едет. Ах, саджа-бой, саджа-бой. Господи. Я, кстати, не помню, с кем она была в прошлом сезоне-то. Так. Я ищенка, я ищенка. Вот, я на к ней приехал, ее что-то вчера не досмотрел. Каждый раз вот смотришь вот этих вот. Знаете, вообще, мне кажется, когда пара сходится, нужно все-таки понимать, что... Ежели что, как бы нужно смотреть на себя и адекватно себя оценивать, а не так. Я у себя всегда адекватно оценил. Я, конечно, знаете, вот там листаешь ленту, смотришь там, красивые такие мужики, там туда-сюда. Ну, я понимаю, что, как бы, ну... Я на них просто смотрю. Соответственно, как это мужики и другие, тоже, таких красивых таких тёлочек. Тёлочек, скажем так. Ну, просто крайне редко бывает так, что пары, они, как бы... То есть, он красивый, например, она страшненькая. Или, например, она красивая, а он там тоже. То есть, в любом случае, про искренность любви я, честно, в таких парах не особо верю. Вот, мне кажется, там чё-то есть такой вот подвох, скажем так. Такие дела. Очень, слишком, как будто красивая. Красивая и вкусная. Мусор опять накапилось. У нас уже пакеты все заканчиваются. Сейчас. Ставим минималочку. Пускай у нас на минималочке готовится яишник. О, красота! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот, прям вот на минималке ставим. Пускай она сделается. Маленечко подзалить. Это дело... Не будет вкусняться. Чего, давно, кстати, не ели именно глазунью. Сейчас он это... Я подписана на Лену с Ваней. И она вот была в этом... В санатории каком-то. У тебя там скандинавская диета, там все дела. Ой, фу, ну, такая... Таким говном и кормлю. Ты вот представляешь, как это питаться. Вот все-таки, знаете, понимаешь, что диета, это не мое. Вот как ни крути, это не мое. Так, может, это сосиски еще творится? Эти сосиски с вами. Он радовался. У вас есть сосиски? На бед. На бед сосиска. У тебя не нафиг. Много желательно видно. Сейчас колбасы положу. Говорю, вот реально понимаешь, что диета, девочки, это не мое. Ну, вообще никакое. Я посмотрела, чем там кормят. Ну, фу, ну, фу. И знаете, вот честно, вот если бы, может быть, кто-то еще это готовил, может быть, я бы еще и подумала, питаться этим или не питаться. Потому что сама такую вот гадость я уже не смогла все готовить. Конечно, интересная идея поехать, так сказать, в такой-то санаторий, вот, чтобы там какое-то время провести какие-то оздоровительные процедуры, диетическое питание и прочее. Интересно, интересно. Ну, мне кажется, это не мое. И это не мое. Как же это покушать? Как же там вкусенешечка? Кстати, еще не начала принимать таблетки, понижающие аппетит. Вот, надо уже купить их. Так, прям, маленький-маленький огонечек. Колбаска. Колбаска, конская. Как же от нее отказаться? Хочешь, скажешь, с этим делать? Блин. Знаете, вспоминаешь, что жизнь настолько коротка, что очистить на выходе диета. Мы вчера, азаки, память, мы после ужина ничего не жали. Только сели, помайло. И пополстакан фирмуют на ужин. И все. Вот и все. Вот и все. Мы молодцы. Я говорю, как... Главное не разожраться там до 150. Остальное... А остальное нормально. Вот, как вся колбаска. Слушай, а что я чай-то не поставила, а? Стою с вами болтаю. А чай не поставила... Вообще чай. Сейчас быстро. Вот с вами как всегда. Заболтаешься и все. Все забудешь. Так, придет, тогда из пакетиков пить. Все, у меня уже тишница готова. Все, включаю. Кстати, как мне-то одежда говорила, самый лучший лишний, который так вот приготовляется. О маленьком огонечке. Что-то, по-моему, она даже пережарилась. Маленько. Вот я говорю, главное не разожраться за аппетитики. Ой, а так, знаете, что-то в жизни так мало всего приятного. Хотя бы, блин, покушать вкусненько уже, к счастью. Радуйся хотя бы этому. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Куда купили такой дликатес, я чуть не едил. Так, вот, может. Красиво, чтобы было эстетично. Красиво. Хоть, как не положишь. Главное положить. Ну, всё. Та-ра-та-та-та. Ну, что-то я посмотрела вот эту диету. Например, как-то всё это неаппетитно, правда. Ну, хотя, знаете, диета, она не должна, наверное, быть вкусной, да? Как бы, чтобы диета была ещё и вкусной, но это что-то с чем-то. О, здесь какая-то сатра. По выкладке колбаски у меня пятёрка. Поворот зачёт, плюсить ещё. Только не при мне, мой белый портманин. Что-то купили сыр, и не едим. Немножко положил тут, равнитель. До красоты. Это убраем пока. Закромар родины. Так, и в колбаске. Что-то, кстати, в колбаске. Не, не буду делать. Так, лебушек чёрный. Не буду, наверное, ещё делать для тебя броду. Хватит. Надо сначала идти доестью, а то я что-то всё делаю, 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 делаю. В итоге они остаются. Надо идти доестью, а потом решу. Сейчас помыться. Блин, погода вообще. Девочки, знаете, как красиво. Посмотрите, видите, белые такие деревья. Вообще. Солнышко. Какой-то веке. Я прям сегодня встала, заулыбалась. Слушайте, вот, насчёт этого, кстати, вернёмся к нашим, так сказать, тараканам в голове. Как вы считаете, нужно ли всё-таки адекватно себя оценивать при выборе партнёра? То, что мне кажется, что, знаете, крайне редко бывает такое, что по внешнему, по внешним признакам, по статусу, крайне редко сходятся люди. Мне кажется, знаете, есть такая фраза, как это, каждый из сверчок, знаешь, свой мосток. Или как-то так. То есть, ну, если, например, дико красивый парень, там, вот, влюбляются в какую-то простушку, я не понимаю таких вот, не браков, а потом, союзов. Мне кажется, как-то вот что-то есть, какой-то подвох, вот. Дранили, это бывает такое, что действительно, как бы они сходятся на фоне любви. Ну, либо у парня какие-то извращенские извращенские вкусы. Ну, честно, я не верю в это всё. Ну, потому что, говорю, есть вот мужики-фидеры, да, то есть, которые любят полных, ну, реально очень полных, а реальных откармливают. Но это их фетиш, понимаете ли? Вот. Опять же, я не понимаю, что там такой красивый, идеальный мальчик делает там с какой-нибудь старик бабкой. Страшно там, какой-нибудь толстый или ещё что-нибудь. У меня лично в голове не укладывается. Есть, конечно, понятие, как противоположности притягивать, но честно, не в этом случае. Всё равно, когда, знаете, мы с Вовчиком, даже надо смотришь на нас, мы вот похожи даже внешне, понимаете? То есть, внешне, правда, такие вот одинаковые, просто. Оба пухлячки, оба любим покушать, даже какие-то у нас, знаете, такие предпочтения там по играм, туда-сюда. Вот, всё равно я считаю, что, как бы, пара, они должны быть практически вот одинаковые. Так, надо поделить это всё кращу. Красиво, ты пошла в мою грешку, уже. Нет, мне двоится, ему три. Мне парочки хватит, лаванчику три. О, и такая жидкая серединка осталась. Так что вот. Нет, бывают, конечно, примеры, когда, знаете, сходятся люди, ну, совершенно разные, внешние, внутренние. Ну, мне кажется, такие пары долго не живут. Вот. Рано или поздно всё равно они как бы понимают, что как бы. Хотя, ну, вот Галки, например, да, с Кугачёвой. Тут можно понять, то, чего, как, куда и зачем. Я считаю, что всё-таки небольшое, именно, использование как-то вот друг друга у них имеется. В частности, вот Галки, может быть, конечно, там какая-то любовь, там куда-сюда. Но в первую очередь, я считаю, что это творческий союз. Потому что, во-первых, она его старше, намного-много-много. Тогда они сходились, она далека была от совершенства. Сейчас, может быть, конечно, знаю. Мне кажется, когда вот гармоничная пара, да, то есть, ну, вот, видно сразу муж и жена. То есть, вот, видно. А когда такой, знаете, вот, резкий такой диссонанс. Там, например, мужик, там, такой кузатый, знаете, там, какой-нибудь такой пьющий и прочее. Вот, если такая девочка, спрашивай, что ты сам делаешь? Девочка. Ну, конечно же, за вот это дело. Вот, отсюда появляются всякие папики и прочее. Так что я лично за вот такие вот гармоничные браки. Я не верю во все вот это, что, типа, противоположности притягиваются, вся вот эта вот лабуда, вся вот эта ля-ля-ля, смело брать, шашевать. Я вот в это все не верю. То есть, люди в любом случае находят себе пару. А пара, она в первую очередь, когда люди похожи, тогда это будет самый крепкий брак. Вот так вот. Я слышу. Не ори, я слышу. Не ори. Ну, выключила. Ну, так что такие дела, такие дела. Неравный брак. Даже помню, этот был. Помните, картина была, Неравный брак. Тоже там девушка такая молодая, красивая. И старик. Ну, опять же, тут вспоминаем историю, да, почему именно Неравный брак и откуда это все. То есть, она выходила для того, чтобы за, так сказать, помещика и прочее. Вот, конечно, в древности и равные браки, они долго существовали, потому что тогда это было нормально. Вот, а сейчас я не понимаю, что руководители дни. Опять же, те же, то же самое, какие-то, у кого-то финансовая, так сказать, потребность, у кого-то там другая. Ой, у меня, походу, порвался пакетик. Ай, блин. Весь пакетик порвался. Ну, блин. О, выкинула фигу. Вот там, вот там, круглым, влагом. Повите весь пакетик порвался. Обидно. Ну, ладно, новый нальем. Нальем новый. Нужно потом сидеть, вылавливать эти чинки. Нафиг на мне. Я почему не могу. Пошел в другой. Я за равные браки. Нет, даже, знаете, возраст иногда, да, то есть, возраст, в принципе, еще это нормально. То есть, когда там, например, мужчин там на 15 лет старше, там, или еще что-то. Вот, когда женщина старше индуката на 20 лет, тут уже повод задуматься. Но когда мужчина старше женщины, в принципе, тут уже более-менее нормально. Вот. Внешние, так сказать, признаки тоже. Какие-то такие дела. Я говорю, вот сейчас сидели, смотрели, ржали. Там опять приехал очередной маминкин сынок. Ну, блин, ну смешно. И вот просто, понимаешь, блин, ну, чувак, посмотри на себя. Самый красивый у тебя паспорт. Может быть, я зря так осуждаю. Ну, блин, ну, ребят, ну давайте честно рассуждать. Ну, блин, ну не подходит они другую. Там красивая такая панамка, такая стройная, с грудью, с попой такая красивая вся себя. И он такой вот кособокий. Причем, зачастую, кстати говоря, они не самые богатые американцы. То есть вот приезжают, они там находят каких-то чатах. Еще там один лысенький какой-то поехал. Тоже к девочке. Ему друзья говорят, ты ей деньги отправишь? Он говорит, да. Говорит, а представляешь, сколько таких вот людей, которые ей деньги отправляются? К сожалению, надо признать, что очень многие меркантильны в этом вопросе. Ладно, желаю каждой, всем и каждому, мужчина, женщина, найти именно свою половинку, которая будет любить вас. Не за то, сколько у вас денег, не за вашего внешности, не за ваши какие-то умственные, не за ваше положение, а просто потому, что вы есть. Понимаете? Я вот сколько раз вот Вовчика там туда-сюда, да? Но на самом деле, если бы он хотел, он нашел бы себе другую женщину. То есть, ну, он внешне-то такой неплохой мужик. Тем более, если посмотреть, что очень много одинаких женщин, можно было бы найти и побогаче меня, там, и покрасивее и так далее. Но он уж со мной. Так что, может быть, это любовь. Я верю в нее. Но в равную любовь. Вот так вот. Все, увидимся в следующих выпусках на Мукбанке. Всем спасибо, всем пока. Всем любви, счастья, найти свою половинку. Пока-пока.